друзья всем доброй ночи не запланированы у нас включение бы ночью особо нечего снимать но в литве выпал первый снежок и вот смотрите последствия первого снега до тихо тогда последствия первого снега сложила машинку перед утоной будем пробовать объезжать как бы машинки идут потому что насколько здесь и потому что не полиция никого нет всем наверное пофиг ночь что будьте аккуратны первый снег всегда опасный вот такая вот ситуация на дороге может произойти ну давайте аккуратненько будем пробовать а лёха там руководит больно аккуратненько тут самое главное чтобы прицеп у нас прошел короче друзья проскочили но и шоу и шоу и шоу сейчас поворачиваю короче друзья проскочили но еще пару машин пройдет и там он лёха говорит эту колею полностью укатают и не знаю там или сесть можно и может машину стянуть потому что там такая кривая косая обочина да может стянуть и он мы ехали тоже лёха говорит прицеп видите шел в притирку с этой сложенной машиной тоже там может сантиметров пять буквально а это правая ось наша уже там колеса до скрипели даже по этой грязюки уже стягивать конце уже так блин в камеру сложил потому что не дай бог еще обстанула прицеп тоже бы проблемы у нас были но проскочили сзади машинка он тоже проехал успешно там по моему паровоз да на паровозе чуть полегче если тягач прошел одиночка то прицеп уже точно пройдет все двигаемся двигаемся дальше ребята что-то у нас в районе утоны запахло резиной остановились проверить думали подкрылок заживало но нет все в порядке с подкрылками по прицепу тоже все ровно думали может черенькает нет все в транспортном все в порядке чё воняет фиг его знает свете снимаем вот с лицом крылок и он походит солнце об этом а то и с одной стороны видишь обломала путь и там сейчас ни за что не зацепь только просто ложится и здесь надо будет на протыкать протыкать надо А, бля, болеть, вот все где-то. Я ума, ее, родной, то есть. Сейчас уже таких перепадов ничего не будет. Погли же был бы пятый, уже нормально доедет. Потом, может, завтра какого-то крутим. Посветлеет. Разберемся, посмотрим. Надо что-то крутить, потому что, видите, крепление вырвало дуд. И с другой стороны тоже вырвало вот от этой части подкрылка. Ладно, накрыли. Вроде бы не должно никуда деться, не уйти. Лежача и аккуратно надо проезжать. Ну, а за бортом у нас минус 2, минус 3 прыгает, скачет. И это, видите, сейчас уже немножко подрастаяло, когда мы ехали в районе Каунаса, там за Каунасом, прям такие переметы были на дороге. И, по ходу, видимо, ну, что его сложило? Машинка из Хоптранса, наверное, выехал только с Каунаса, с базы. И вот такая у него печалька произошла. А что сложило, фиг его знает. Либо притормаживал, да, ну, слаживает. Тут же, блин, тормозить начинаешь еще удачно, еще не вылетел вообще в кувет туда, потому что там тоже косая обочина, тягачом немножко съехал. Но мог вообще уйти туда. Но как бы еще легеньким, можно сказать, испугом отделался. Конечно, ущерб машине все равно есть, но, блин, главное, с водителем все в порядке. Но водителя тоже не видно было. Может, куда-то поехал, или, может, в кабине лег спать. Тоже стресс, конечно же. И эвакуатор, наверное, только будет с утра, потому что, ну, видите, никто ничего не подъезжал. А Леха говорит, он в группу нашу, рабочая, тоже есть рабочая группа в Вайбере. И скидывают, скинули там, ну, информацию 3 часа назад, якобы перед Утеной машинку сложила на дороге. Вот, это 3 часа прошло. Мы через 3 часа приехали, она до сих пор стоит, и никакого дверника нет, даже полиции нет. А, по идее, по-нормальному должна была приехать полиция и, ну, хотя бы как-то или регулировать, или перекрыть движение. А тут, видите, вообще, может, он никуда не звонил, тоже полицию не вызывал. Без понятия. Ну, что видели своими глазами, то и передаем. Но, и, как назло, говорю, вон, минус 2, вода в бачке в амулайке. И подмерзла немножко. Надо завтра, если будет плюсовая температура по дню, выпрыскать всю воду и в России залить, купить незамерзайку. Уже все, надо переходить на зимнее время потихонечку. Потому что в Европе, говорю, ехали, там в районе Голландии десяточка была, по Германии плюс 6 было, и вот уже в начале Литвы уже в ноль, минус 2 в конце Польши, уже и снежок пошел тоже там, там в районе Сувалок. Поэтому уже надо переходить на зимний период, заливать омывашку. Потому что и подмерзла вода не могла закончиться. Она там есть по-любому. Поэтому, если завтра оттает, надо не забыть ее выпрыскать по-быстрому. Потому что едешь вовечером, если бы не снег, ну, и впереди идущих машин тоже нету. Особо стекло, ну, лобовое, не засирается. Если бы кто-то впереди ехал, то было бы печально. Ну, и снег немного, он тоже местами проходит, тоже потереть можно, почистить немного лобовое. В общем, двигаемся. Все, еще раз будьте осторожны, аккуратны. Мы уже там почти дотянули до таможни. Ну что, добрались мы до циреков. Машинок уже в общей очереди тоже поднобилось. Следите, все обочины забиты. И стречка, и с правой стороны тоже, по ходу движения и стояночка вон полностью забита. И та, наверное, тоже накопитель забита. Ну, а с карапорта Техас проехали метров еще 100 от Техаса. Ну, в принципе, нормально. Подергаемся. Может, к ночи и заедем. Если нормально, смена будет работать. И в СПЛ нужно еще сходить. Там как раз пока документы сделают. Немножко подергаемся. Сейчас перекусим. Заварим кофе. Включим кино. А датчик можно поставить и накимать. Видите, снежка тоже в Латвии поднакинула за ночь. Все, что тут можно никуда не ходить. Сзади тоже. Сзади уже машинок 4. Там тоже с карапортом. Вроде бы холодильники стоят. Пару часиков уже за Техасом будет. Это нормально, в принципе. Ну, что, машинки сзади тоже подкатываются. Была одна продвижка буквально на две машинки. Ну, еще время не терять. Сейчас тоже покушаем. Мы приготовили кофе. На завтрак сегодня у нас колбаски с яичницей. Вкусняха такая. Польские колбаски все время берем. Вкусные. Только зажаривать надо. Или обваривать, или зажаривать. Потому что в сыром виде не очень. Вот. С помидорками. Два яйца последних осталось на НЗ. Один ролик, два яйца. Все, что в холодильнике есть. Еще пол палки сухой колбасы. Ну и все. Вроде бы больше ничего нет. И молоко уже, в котором уже, наверное, новая цивилизация. Даже надо выкинуть. И кофе мы шлифаем. Поставим датчик колейки. И будем, наверное, отдыхать. Потому что если к вечеру мы доберемся до границы, нужно будет проходить. И потом сразу ехать. У нас растаможка в Москве. Вот. И дорога, если ночью быстро пройдем, тоже тяжелая. Снег, как видите, гололед, минусовая температура. То есть немножко будет уже сложнее ехать, чем по привычке, по сухой дороге. В общем так. Нам приятного аппетита. Вам приятного просмотра. Тоже заваривайте кофеек, чаек. Доставайте печеньки. Приятного аппетита. Когда, помните, в Германии покупали сковородку, не было же крышки. Купили вот крышку за 18 злотых на 24-м километре. Старую можно в утиль, потому что она меньше. Сковорода на 28 сантиметров была на 26. Ну и как бы хреновенько она закрывает. Точнее не закрывает, она просто туда вглубь ложится и все. И лежит. Поэтому вот за 18 злотых купили вроде нормально. Ну что, друзья. Времени 11 часов. Заехали мы к латышам. Следующий она заезд под навес. Продвижки бодренькие были. В принципе, через одну машину пропускали. Один скоропорт, один не скоропорт. И после пересменки, вот прям движуха пошла. Прям такие продвижки. Вот мы буквально заехали минут 10 назад. Была от весов очередь. И мы уже практически, ну, следующая на заезд, получается. Готовим паспорта, техпаспорта, квиток, водительское удостоверение, страховочки. Это пограничнику отдаем. Проходим паспортный. И затем отдаем EX с ЦМРкой в таможню. Проходим. И вроде бы как зеленка там уже подзабивается. Ну, точнее, после навеса уже. Потому что сейчас такие продвижки пошли, что, конечно, там забьется. Не успевает Россия принимать столько машин. И тогда уже получается, я думаю, что к утру, если все хорошо будет, то должны пройти границу. Ростоможка у нас в Краснознаменске будет. И как мы приезжали в прошлые разы с Игорем, даже с Лехой. Быстро, да, там полтора-два часа, а то и быстрее бывало. Если ФИТ еще не будет работать, мы успеем доехать, то завтра и нас и растаможат. Завтра мы и разгрузимся, по идее, если все будет нормально. Так что все, заезжаем под навесик. Вон машина выезжает с левого канала. И мы заезжаем. За нами, блядь, кто был? Так, ну что, паспортный пройден. Оформление тоже прошли. Документы забрали. Вон зашли, кстати, в таможню купили под Виксу. Евро 30. Дороговато с автоматом. Ну ладно, мы вот за этим маном, получается, выезжаем. Я помню, здесь выезжаете за тем, за кем не заезжали. Все очень просто. Видите, я уже в шапке, уже дубак на улице. Минус 5, но по ощущениям чуть побольше. Надо уже зимние шмотки готовить. Через Могилев поедем, надо уже зимние вещи брать с собой. А то я приехал на работу в кроссовочках, в тапочках, в белых кроссовочках. Ё-моё. Ну ладно, сегодня-завтра уже будем дома, уже надо будет переобуться. Машину переобули, надо будет самому переобуться на зиму. В общем, видите, здесь оставили место, не подъезжаю, потому что неизвестно, сколько еще перед маном тоже. Ну потому что мы за маном. Если мы сейчас ближе подъедем, потом неудобно будет парням тоже подъезжать, подкатывать туда. В общем, все тогда. Давайте на этом закончим с вами видосик. Потому что дальше там на Россию заезжаем, там немножко геморрой, там фито. Искать место, где остановиться, там может еще и рентген, короче, там всякое-всякое. Там и народа куча, и как-то, знаете, тоже не до этого будет, не до съемок. Потому что там носишься туда-сюда, туда-сюда, чтобы тебя взяли как с аэропорта быстрее, податься на фито, с фито опять таможню. И таможню, если не отправляют на рентген, не дадут досмотр, то в принципе все. С вами увидимся уже завтра после границы, там, по дню.